Маша, скажите, вот вы франкофон. Вам это в работе помогало когда-то? Вы ведь снимались, говорили... В картине француз. И, конечно, помогало. Когда я напрашивалась на эту картину, там Вера Сторожева, они пробовали еще Катю Гусеву, а я параллельно с Гусевой снималась, я ей ничего не говорила. Вот, что, значит, я-то знала. Я понимала, что я должна ей проехать по лыжам. Я говорю, Вера, вы должны взять меня. Она говорит, почему? Почему вы так уверены? Я говорю, ну, никого лучше вам не найти. Она говорит, ну, вот с чего вы взяли? А вот Гусева, например. Я говорю, ну, Гусева французского не знает. А вам надо снять за две недели. Я говорю, она не сможет. И это правда так, потому что те условия, в которых мы это снимали, с той скоростью, то это надо было обладать знанием языка или... А снимали во Франции? Нет, снимали в Москве. Здесь? Не просто, а у нас была легенда. Мы говорили, что мы нашли некую деревню, в которой снимаем. А на самом деле мы снимали в Капотне, просто в каком-то клубе. Но такие хорошие художники, что они сделали, ну, сказку. Ну, вы как всякий пранкофон, наверное, любите ездить во Францию, да? Да, у меня были того, там все мое хорошее, как говорится. У меня там друзья и... На Лазурке? Нет, ну что вы, нет. В Самюре, в городе Самюр. Это где? Это... Там есть такая школа, она называется Кадер Нуар, черные рамки. Это школа, школе конной, кавалерийской. Ей 300 лет. А, ну да, да, конечно, да. И это самая старая кавалерийская школа, которая не прерывала свое существование в течение 300 лет. И там есть свои традиции, и, соответственно, я там держала лошадь. Вы же знатный всадник. Я, ну, сказать, знатный, я всадница, наверное. Да, 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 да. Склоняются, да? Сад-задница. Вот я просто знаю, некоторые не любят там вот, там, вот, Перополоскова, она не любит, чтобы ее называли поэтессой, обязательно поэт. Поэтому я на всякий случай учитываю ваше отношение. Ну, мне тоже, ну, потому что всадница, уже понимаете, какая ассоциация. Ну, всадница, да, рифмуется сразу. Поэтому всадник лучше. Да, самый дорогий. А вы, кстати, с Небзоровым, с Сашей не общались на эту тему? У него тоже крышу снесло на лошадя. Вот у него, по-моему, снесло крышу, потому что я просто... Вы считаете, что у вас это увлечение, оно в социальных рамках? Нет, я не знаю, я просто спрашиваю вашу собственную оценку. Я в соревнованиях участвую. Ну, а как снесло крышу у Николая Валуева, когда он пошел боксом заниматься или чем там он занимается? Ну, он же с детства занимался. А я тоже с 7 лет. А, вы с 7 лет занимались? Да. У меня второй взрослый разряд по конному спорту. То есть я правильно понимаю, что когда вы отдыхаете, вы отдыхаете вот во Франции, на вот в этом... Я когда отдыхаю, я отдыхаю на море. Да? Да. На каком? На еврейском. Я езжу в Израиль. На Мертвое море или на Средиземное? На Средиземное. Я езжу в Израиль, мне там нравится. Причем езжу я в не сезон, потому что поехать к морю в не сезон имеет тот еще резон. Помимо материальных выгод, пусть это временный, но выход за скобки года из ворот тюрьмы. Понятно. А почему Израиль? Там ведь, ну, вроде как, достаточно такая ситуация с терактами все время. Нет, не такая же, как и в Москве. Это у нас что, лучше, что ли? Я ни разу не был в Израиле. Да ладно. Вообще ни разу, да. Это такая комфортная страна. То есть просто в тапочках, трениках, все ходят расслабленные и все говорят по-русски. А в этом смысле, ну да. Вам, наверное, лучше было, чтобы говорили по-французски. Ну, мне хорошо и говорили по-французски, мне и во Франции хорошо. Но мне нравится там, в Израиле, мне нравится Натания, мне нравятся бабки с дедами, которые там ходят. Мне нравится там пляж, мне нравится покой. То есть общее состояние покоя людей и комфорта. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует...